О том, как заинтересовать подрастающее поколение социально значимой работой, как помочь детям развить лидерские качества и адаптироваться в среде активистов, рассказали в своих проектах участники конкурса «Новое поколение 21 века». Свои идеи представили как опытные, так и начинающие руководители детских и молодежных общественных объединений города. Алена Галкина всего год работает в роли старшей вожатой. За это время девушка разработала ступенчатую программу обучения подростков. Первая ступень обучения называется «Узнаю сам». То есть дети узнают нормативную правовую базу детской организации и приходят на вторую ступень. На второй ступень они уже узнают, то есть они уже не узнают, они уже учат других, то есть они уже учат других проводить какие-либо мероприятия в нашей школьной жизни. Руководители детских и молодежных объединений с помощью инфографики представляли свои программы и отвечали на вопросы в формате дебатов. Жюри оценивало содержание и актуальность проектов с учетом современных трендов. Они показали достаточно высокий уровень знаний по работе с детскими общественными объединениями. Ну и я думаю, что с прикладными умениями в этой области у них тоже все получается. Спасибо вожатым, которые выросли, это заметно. Победители муниципального этапа конкурса «Новое поколение 21 века» объявят 19 декабря в рамках фестиваля «Бумеранг». Они представят наш город на областном уровне. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.